В амбулатории Красного высоких гостей ждали с нетерпением. Представителям власти у медиков накопилось немало вопросов. Одним из первых свою проблему озвучивает Алексей Котиков. Врач-стоматолог приехал в посёлок по программе «Земский доктор». Правда, приехал один. Семью перевезти просто некуда. Нет жилья. Супругу ждут здесь, в школе. Да. То есть пока вы сейчас здесь. Но планируете перевезти всю семью, да? Директор школы ждёт. Он планирует уехать. Преподаватель? Нет, она в отдел кадра документирована. И у вас дочь есть? Да. То есть вы готовы всей семьёй сюда переехать? Они ждут только жильё. В ходе диалога стало известно, что в посёлке Красное не так давно были введены в эксплуатацию два многоквартирных дома, в которых пять квартир будет реализовано по программе переселения из ветхих и аварийных домов. А три квартиры как раз под служебное жильё. Юрий Бездудный поручил представителям профильных департаментов ускорить работу по обеспечению врача жилой площадью. И ещё один вопрос, который волнует медиков – нехватка лекарственных препаратов. Сегодня вот приходила девушка, у него видно, не надо соврать, из трёх номинований ни одного номинования не было. До самого простого натрия хлорида нету в ампулах. Заменяем водой для инъекций. Это для инъекций, да? Да. Для инъекций. Понятно. Из антибиотиков – амоксициклин. Нутрофуранового ряда нет от слова совсем. Причём не хватает даже самых простых успокаивающих. Юрий Бездудный поручил департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты спланировать поставку лекарственных средств таким образом, чтобы проблема с недостатком препаратов больше не поднималась. «Самое необходимое – это нужно завести сейчас уже. Ну, на самом деле, 21 век, инъекции делают на воде. Ну, разве это нормально?» Пожаловались медики и на отсутствие исправного транспорта. Из-за непригодной для работы машины медицинским работникам на вызовы приходится идти пешком. «А в результате выходит, что мы и больных сюда водим. Больных-то тоже. А платят-то как? Заработная плата-то минимальная у водителя. Он говорит, что не санитары, ничего, это тоже таскает». Бывают случаи, когда поступает множество звонков с разных концов посёлка, до которых в непогоду не набегаешься. «Поскольку мы вчера вместе с вами передавали две машины, то есть автопарк увеличился на две машины. Давайте посмотрим, может быть, какую-то машину тогда переместим сюда. Или сделаем замену той машины, которая есть». Оплата труда страдает как у водителя, так и у самих медработников. На данный момент на весь посёлок в режиме 24 на 7 работают всего два медика. «Это мы за месяц, за оперативную готовность, ну, максимум 3 тысячи заработаем. Нам зачем это надо-то? Раньше мы сплатили, а сейчас…» «Это ожидание, когда поступает вызов, то идёт попытка от работы». «Но ведь даже в магазин ведь не выйдешь». «Нет, в магазин можно выйдет, сейчас есть сотовая проблема». «Я вот, допустим, в магазин идут с сумкой, потому что в любой момент могут вызвать…» «На жизни-то своей нет, мы всю её жизнь на вызывах прожили, всю свою жизнь». «Ну, по вызывам проблем нет, там идёт сразу 100% охвата, а это ожидание вызова». «Вот, ожидание вызова мы получаем 5% от нашего оклада. А мы работаем 24 часа в сутки. Вот Людмила Владимировна месяц-неделю проработала, я вот до пяти отработали, до утра я обслуживаю вызова. И утром опять на работу, и опять ночь вызова, и утром на работу, и ночь вызова». «Если мы работаем, то это вызов, то это 100% опасность, мы работаем. Если это ожидание, то это ожидание, это не работа». «Ожидание – это не работа». Юрий Бездудный порочил руководителю Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты решить эту проблему. «Вы будете вот две недели в месяц сидеть, просто никуда не выходя, за три тысячи. Я вот, например, меня отоделить. Делать в ожидании и за три тысячи, без трех тысяч. Сергей, ну не надо остыть, да. Основная задача – это вот эти надбавки симулирующего характера применить здесь в том случае, да, когда ожидание дежурки. Вот и все». Завершение встречи в Рио губернатора поблагодарил медицинских работников за живой диалог. Наталья Дуркина, Антон Бодряков, Телеканал «Север».